Данил Ахмедшин пока самозанятый, но хочет открыть свой бизнес. По образованию IT-специалист. Разрабатывает мобильные приложения для разных сфер – от медицины до строительства. Сначала мы самозанятого открыли, посмотрели, как работает, не работает схема. И по итогу хотелось бы открыть ИП и в перспективе уже получить грант здесь конкретно. Поэтому он сюда пришел сегодня изучить, какие критерии нужны. О собственном бизнесе мечтает и Никита Трондин. Он заканчивает медуниверситет и уверен, что сейчас люди очень нуждаются в квалифицированной помощи психологов, которую готов оказывать через мессенджер. Наш проект – это СОУЛ, это платформа по поиску психологов в Телеграм. Масштабируется как раз наш проект, потому что деньги могут помочь нам в нашей раскрутке и масштабировании. И плюс, ну, сами понимаете, пока что мне 22 года, денег не так много, и для того, чтобы развить его до какого-то определенного уровня, бюджета личного не хватает. Сегодня для начинающих бизнесменов прошел первый из 12 семинаров курса «Ты предприниматель». На них участники узнают, как зарегистрировать бизнес, какую систему налогообложения выбрать и как сформировать свой бизнес-план. Старт очередной кампании дало Региональное министерство экономического развития и инвестиций, которое ежегодно предоставляет грантовую поддержку молодым предпринимателям. Возраст участников от 14 до 25 лет. Ребята до 25 лет – это совсем начинающие предприниматели. И в рамках обучения мы как раз прорабатываем с ними все основные точки развития бизнеса. Это и вопросы налогообложения, и вообще в целом финансовой грамотности, учета, отчетности, работы с сотрудниками, работы с целевой аудиторией. Просчитываем финансовую модель, бизнес-план помогаем составить. В качестве спикеров приглашены предприниматели со стажем не только из Самарской области, но и из других регионов. По итогам занятий участникам предстоит защитить свой проект. После этого они получат сертификат и смогут претендовать на грант в размере полумиллиона рублей на развитие бизнеса. Виктория Шара и Николай Епифанов. События.